И тетради, и подготовка к урокам, то есть вот это вот у нас, это жизнь наша, понимаете, но даже бывает без этого скучно. Вот на этой круглосуточной работе учителем Ирина Гладких уже 34 года, последняя в школе номер 7 с углубленным изучением отдельных предметов. Количество выпускников учителя русского языка и литературы давно перевалило за сотни, и подавляющая часть из них с оценками ЕГЭ от 80 баллов. В этом году в копилке педагога выпускница Екатерина Жильцова, сдавшая ЕГЭ по русскому языку на высшую стоп-больную оценку. Это, конечно, заслуга и ученика, и учителя. Я думаю, что это вот такой классический пример, когда каждый учитель мечтает иметь такого ученика, мотивированного, как мы говорим. Вкладывать в ученика и получать от него желание впитывать эти знания – один из основных залогов успеха. И, наверное, главный секрет – как сдать ЕГЭ на все сто. Самообразовываться обязательно – это залог успеха каждого учителя. И вы сами увидите, и мы сами видим потом результаты нашей работы. Ну и обязательно работы, напряженные работы с учеником, потому что без этого невозможно. Хорошо. Правильно. Услышать от учителя эти слова, пожалуй, главное желание каждого, кто отвечает на уроки. Учителя русского языка и литературы школы номер два Валентина Кузнецовой – это слышит почти каждый. Труд колоссальный, и он в том случае приносит результаты, если дети сами заинтересованы. Только тогда, когда учитель заинтересован и ученик, когда родители этого хотят, вот в этом содружестве можно достигнуть результатов. Три выпускника со стубальным результатом по русскому языку за последние три года в копилке достижений Валентины Кузнецовой. Тем, кто готовится к ЕГЭ, с ней повезло. За 35-летнюю работу в школе она – заслуженный учитель Республики Татарстан, почетный работник общего образования Российской Федерации, обладатель и победитель многочисленных грантов и конкурсов. Я очень люблю свои предметы. Я очень люблю русский язык и литературу. У меня даже не было выбора. Я уже в 10-м классе твердо знала, что посвящу себя педагогике и обязательно буду поступать на филологический факультет. Сегодня выпускники этих педагогов – студенты престижных вузов. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Зайнска.